С начала года в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних номер 2 города семей рассмотрено 28 дел. В результате добрые люди взяли под свою опеку 23 ребенка. По словам судей, данное направление осуществляется судом в соответствии с определенными требованиями. При этом во внимание принимаются такие обстоятельства, как оставление ребенка без попечения или отказ родителей от ребенка и утрата родительских прав. Тем не менее, прежде чем законодательно закрепить принятую судом меру, учитывается и мнение ребенка. Если возраст усыновляемого ребенка превышает 10 лет или ребенок достиг 10 лет, его согласие обязательно предусмотрено законом. Законом отмечается, что мнение ребенка при его усыновлении должно быть выражено, а окончательное решение закрепляется заключительным словом органа опеки и попечительства. При этом не должно быть негативного влияния на сознание ребенка. Кроме того, для иностранных граждан, желающих усыновить казахстанских детей, существует специальная статья закона. Они могут усыновить ребенка из Казахстана только при определенных обстоятельствах. К иностранным гражданам применяются те же нормы процессуального закона, что и к нашим гражданам. Перед тем, как усыновить ребенка, иностранным гражданам в обязательном порядке должно быть установлено, намереваются ли родственники ребенка усыновить его. Только затем иностранцам предоставляется возможность усыновления или удочерения. Усыновленные иностранцами казахстанские дети находятся под контролем загранучреждений Республики Казахстан и уполномоченных органов Республики Казахстан в области защиты прав детей. За последние пять лет в данном суде не зарегистрировано дел об усыновлении детей иностранцами. Тем не менее, для каждого ребенка важно находиться в родных краях с родными для них людьми. Евгений Проскурин, Толшин Шакартхан, Шугла Султан Махмудова, Адиржан Бейсингазинов, Телеканал Семей.